Пятничный вечер. В Доме культуры Олимп полный зал. И это неудивительно, ведь в городе 48% домов в некапитальном исполнении. Их эксплуатация – вопрос чрезвычайно важный. Только к его конструктивному обсуждению готовы далеко не все. Несколько человек покинули зал при первых словах о пожарной безопасности. Однако это не помешало провести открытый диалог на тему вопросы организации эксплуатации, в том числе профилактики пожарной безопасности в домах некапитального исполнения. С властью и тем, кто пришел получить ответы на свои вопросы. Я сегодня стою на очереди. По достижению 35-летнего возраста меня снимают с очереди. А то, что я стала тогда, когда мне не было 35 лет, только у меня 35 стукнет, очередь до меня не дошла, меня снимают. Почему вот так вот? Если вам только через два года исполнится 35 лет, господдержка оказывается семьям, которым исполнилось 35 лет, до 36 лет. 35 полно, до 36 лет. Поэтому, возможно, и подойдет ваша очередь. Позвоните, пожалуйста, в понедельник. Будьте добры, есть в вашем списке дом под взнос, которому 31 год, деревяшка. Седьмой микрорайон, 32-й дом. 31 год, деревяшка, весь разъезжается. Начальник управления жилищной политики города Жанна Казакевич на встрече в рамках проекта «Открытый город» рассказала о программе переселения из ветхого жилья. С 2012 года в благоустроенные квартиры переселено 1032 губкинские семьи. По состоянию, на 1 июля 2017 года в городе 11 домов признано аварийными. К сожалению, говорят специалисты, в год полностью расселяется только один-два дома. В случае увеличения ввода в эксплуатацию вновь построенных домов и увеличения наличия жилых помещений, которые нам будут передавать фонд жилищного строительства в муниципальную собственность, во вновь построенных домах для предоставления гражданам под переселение из аварийного жилищного фонда, существует вероятность в том, что количество домов, которые планируются к расселению, будет увеличено. Информация о наличии аварийных домов на территории города Губкинского была размещена и сейчас размещена в открытом доступе на сайте, в разделе «Открытые данные России», а также на сайте «Реформа ЖКХ». На встрече говорили о процедуре признания дома аварийным. Порядок прописан в 47-м постановлении правительства России. До признания дома непригодным для проживания его следует содержать должным образом, что не всегда делает управляющая компания. И, к сожалению, административные штрафы и еженедельные совещания в администрации, где даются поручения коммунальщикам, не решают проблем. Подключаться должны и собственники жилья. Хотим мы этого или нет, но действующим законодательством установлено, что обязанность по надлежащему содержанию многоквартирного дома возложена именно на собственников, находящихся в нем помещения. К управляющим компаниям сегодня много вопросов. Жители, своевременно оплачивающие жилищно-коммунальные услуги, вправе требовать исполнения коммунальщиками обязанностей по договору. Каждый может запросить отчет о деятельности управляющей компании. О проведении масштабных ремонтных работ собственники могут договориться на общем собрании. Оно же вправе принять решение о смене управляющей компании. Управляющая компания знает, что воду провели незаконно. Почему не прийти или обрезать эту воду незаконную, кто здесь сделал, или какие-то заглушки поставить, или принимать к ним какие-то меры. До каких пор мы будем дышать этой гонью? На встрече спрашивали о создании в городе муниципальной управляющей компании. Как подчеркнул первый заместитель главы администрации города Роман Галкин, это та компания, на деятельность которой власть может влиять более эффективно. К вопросам обслуживания домов в некапитальном исполнении особо пристальное внимание. Чем качественнее оно проводится, тем ниже факторы риска возникновения пожаров, тем выше уровень безопасности, в чем заинтересованы и власть, и жители. Основная масса людей, которые присутствовали, они понимают озабоченность администрации тем состоянием жилищного фонда и ситуации с противопожарной безопасностью, которая присутствует. На абсолютное большинство вопросов мы дали конкретные, подчеркиваю, ответы, вот разъясняющие конкретные проблемы людей. Ответы на интересующие вопросы можно было получить и после встречи, в частном порядке. Каждому объяснили, в какое ведомство необходимо обратиться и какое заявление нужно подать для решения озвученного вопроса. Представители администрации заверили, работа по содействию и оказанию консультативной помощи горожанам будет продолжена. Никто не останется наедине со своей проблемой. Однако для их эффективного решения необходимо взаимодействие всех заинтересованных сторон в соответствии с законом. Валерий Усманов, Денис Гимб, Сергей Парфимович. Новости Губкинского.